Согласно убеждениям Ахлю Сунны, появление имама Маади в конце времен является одним из основных признаков приближения судного дня. Он будет править семь лет и наполнит весь мир справедливостью. Каждый мусульманин, доживший до появления имама Маади и до которого дошла весть о его появлении, должен явиться к нему даже ползком по снегу и присягнуть ему, независимо от того, как он узнал об этом, сам увидел или услышал из источника достойного доверия. Мы бьем себя в грудь, говоря, что будем в армии имама Маади. Но мы даже не можем быть в армии имама нашей мечети, посещая намаз. Мы думаем, что готовы отдать жизнь ради исламы, лишиться всего мирского ради ислама. Но человек, не готовый оставить сладкий сон ради Аллаха, никогда не отдаст жизнь ради Аллаха. Как бы там ни было, хочу напомнить прежде всего самому себе, а потом и тем, кто будет смотреть это видео, о пользе, которую мы получаем от посещения коллективной утренней молитвы. Совершая утреннюю молитву в джамаате, человек получает такую пользу, какую он не получит от совершения других молитв. Каждой такой пользы достаточно для того, чтобы побудить здравомыслящего человека отбросить ленний сон, покинуть свою постель и дом, отправиться в мечеть. Итак, человек, совершивший утреннюю молитву в джамаате, первое, удостоится покровительства Аллаха. Человек, совершивший утренний намаз в джамаате, находится под покровительством Аллаха, и любой, кто покусится на него, выступит против Аллаха. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, Передаются слов Джундуба бин Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал «Совершающий утреннюю молитву находится под защитой Аллаха. Второе – получит награду, подобную награде того, кто выстаивал всю ночь в поклонении». От Уфмана ибн Афана, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал «Совершивший ночной намаз в джамаате, подобен тому, кто провел половину ночи в поклонении, а совершивший утренний намаз в джамаате, подобен проведшему в поклонении всю ночь». Третье – очищается от лицемерия. Каждый мусульманин должен бояться оказаться в числе лицемеров. Боялись этого даже такие великие сподвижники, как Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. А посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, в хадисе, переданном от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, говорил «Нет для лицемера намазов тяжелее, чем утренний и ночной. Если бы они знали награду за эти намазы, они бы пришли на них даже ползком». Четвертое – получит полноценное сияние в судный день. От Бурайда Аль-Аслами, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Обрадуй тех, кто ходит в мечеть в темноте, тем, что в судный день им будет дано полное сияние». Пятое – удостаивается свидетельство и похвалы ангелов. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал «Ангелы, которые пребывают среди вас ночью, сменяют тех из них, кто находится среди вас днем, встречаясь друг с другом во время утренней и послеполуденной молитв. Ангелы, которые провели среди вас ночь, возносятся к небесам. И Аллах, знающий о положении людей лучше ангелов, спрашивает их «В каком положении вы оставили моих рабов?» Ангелы же отвечают «Мы покинули их, когда они молились, и когда мы пришли к ним, они тоже молились». Шестое – получит награду, как запринятые хадж и умру. Все мы знаем, насколько важными видами поклонений являются хадж и умра, и как велико воздаяние за них, если Всевышний Аллах примет их. Однако Всевышний Аллах предоставил нам шанс получить такую же награду за более легкий поступок. От Анаса ибн Мали, когда будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал «Кто совершит утренний намаз в джамаате, затем сядет поминать Аллаха до восхода солнца, и потом совершит два раката намаза, тот получит вознаграждение, подобное награде за хадж и умру, совершенные полноценно, полноценно, полноценно». Седьмое – получит добычу, превосходящую всемирские добычи. От Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, передается. Посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, однажды отправил сподвижников в поход в сторону Неджда, и те вернулись быстро и с большой добычей. Тогда один из подвижников, который не был в этом походе, сказал «Мы не видели похода, который завершился бы так быстро и принес столько добычи». Пророк, саллиллаху алейхиссалям, на это сказал «Указать ли вам на тех людей, которые быстрее возвращаются из похода и получают больше добычи, чем эти? Это люди, которые присутствовали на утреннем намазе, а затем остались сидеть до восхода солнца. Поистине, они быстрее всех возвращаются из похода и с самой лучшей добычей». Восьмое. Получит награду и за суннат-намаз, совершаемый до утреннего намаза. От матери правоверных Айши, да будет доволен ею Аллах, передается, что пророк, алейхиссаляту ассалям, сказал «Два ракаата ратибат-намаза перед утренним намазом, лучше, чем весь этот мир и все, что в нем находится». Если сунна-намаз, совершенный перед утренним намазом, имеет такую ценность, что уж говорить о самом утреннем фарс-намазе? Ведь за любой фарс обязательное деяние положено больше награды, чем за сунну. Девятое. Спасется от ада и получит радостную весть о рае. Кто же не желает спастись от ада и попасть в рай? Поистине Всевышний Аллах по своей милости дарует нам рай даже за легкие поступки. От Уммара ибн Руайба передается, что он слышал, как посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал «Не войдет в ад тот, кто совершит намаз перед восходом и перед закатом», то есть утренний и предзакатный намаз. Десятое. Сможет лицезреть Всевышнего Аллаха в судный день. Самая большая награда, которая ожидает обитателей рая, это лицезрение Аллаха. И самым большим наказанием будет не увидеть Аллаха в судный день. А тот, кто совершает утренний намаз в джамуате, сможет получить эту великую награду. Аджарира ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах, передается «Однажды ночью, когда мы сидели вместе с пророком, алейхиссаляту ассалям, он посмотрел на полную луну и сказал «Поистине вы увидите Господа вашего, как видите эту луну, и не будете обижены в том, что касается лицезрения его, не будете испытывать при этом никаких затруднений. Если сможете вы добиться того, чтобы ничто не отвлекало вас от совершения намазов перед восходом солнца и перед закатом его, то делайте это». Под словами «чтобы ничто не отвлекало вас от совершения намазов», в данном случае подразумеваются наущения шайтана, сон или какие-нибудь мирские дела, которые можно отложить, не нанося никакого ущерба здоровью или жизненным интересам человека. То есть нам следует пресекать причины, которые могут помешать присутствовать на джамаат-намазе. Если мы не совершаем утренний и ночной намаз в джамаате, это уже повод испытывать страх за себя, за то, что мы можем оказаться в числе лицемеров. Да убережет Аллах нас всех от этого. Продолжение следует...